Заключение Он пришел в мир, чтобы разделить с людьми их жизнь, дать людям учение, которое, подобно огню, могло воспламенить человеческие души. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся», — говорит Христос Своим ученикам. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Он пришел в мир, чтобы научить людей свободе. Новый человек, как он понимается в Евангелии, поборовший в себе все испытания, которые поборол Христос, и исполняющий заповеди Христовы. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, милосерды, взыщите правду, познайте истину, будьте сынами Света». Заповеди о любви к Богу, как к Отцу, и о любви к людям, как к братьям, древний мир не знал. С тех пор история человечества делится на два периода. До Христа обозначается до нашей эры и после Христа. С рождения Христа идет летоисчисление нашей эры. Евангелие, данное человечеству Христом, произвело переворот в человеческом сознании. Оно вызвало переоценку тех ценностей, которыми жил древний мир. «Евангелие есть религия званых к новой жизни, но званый не есть еще совершенный, и среди званых не все перерождаются к новой жизни. Как сказал древний пророк, много званых, но мало избранных» Евангелие от Матфея, глава 20, стих 16. По Евангелию жизнь есть беспредельная борьба света с тьмой в душе человека. Поле битвы – сердце человеческое. Эта борьба всегда идет и в истории человечества. История – это беспрестанная смена явлений. Меняются нормы жизни, меняются понятия, стареют и уходят в небытие традиции, падают и разрушаются человеческие кумиры. Но среди этого вечно волнующегося океана явлений, учений и идеалов остается неизменным одно учение – любите друг друга, ибо ничего нет больше той любви, как если кто душу свою, жизнь свою отдаст за друзей своих. Христос первый не только научил людей этой заповеди, но и первый исполнил ее, отдав жизнь свою за спасение мира. Пройдут века, тысячелетия, будут сменять друг другу учения, но эта заповедь Христа останется навсегда всесовершенной, незаменяемой и непревзойденной. Она дает смысл и существование, силу и волю к жизни. Христос – Сын Человеческий, навсегда останется идеалом, и всегда люди будут чтить и ценить, что возвещено в Евангелии. Его заповеди будут путеводной звездой. Христос есть свет миру, и этот свет будет светить людям, пока будут существовать они на земле. Хочется еще раз привести слова великого русского хирурга профессора Пирогова, который сказал «Веруя, что основной идеал учения Христа по своей недосягаемости останется вечным и вечно будет влиять на души, ищущие мира через внутреннюю связь с божеством, ни на минуту не можем сомневаться в том, что этому учению суждено быть неугасаемым маяком на извилистом пути нашего прогресса». Продолжение следует...